Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Виктория Шарея 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 В здании на улице Осипенко Работают 43 детских объединения. Все они продолжат свою деятельность на базе школ, расположенных в близлежащих микрорайонах. Помещения для занятий есть. Скоро в здании центра поиск откроют детский сад на 12 групп, в том числе и ясельные. В них смогут заниматься порядка 240 воспитанников. То мы сможем с вами в 2021 году, уже в четвертом квартале, открыть, распахнуть двери уникального современного детского сада с новейшим технологическим оборудованием. Здание находится в идеальном состоянии. Сохранены все коммуникации, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение. То есть не такая ляжет большая нагрузка на бюджет городского округа Самары и на областной бюджет. Но мы зато сможем, поставленные задачей президентом Российской Федерации, губернатором и главой города, решить. И показатели, которые нам определены в национальном проекте демографии, достигнут. Для снижения социальной напряженности в Оксабрском районе, связанном с отсутствием мест в яслях и детском саду, то есть данный проект будет очень значимый. Тем более, что дети, те, которые занимаются в дополнительном образовании, все уже распределены. В Самарской области зарегистрировали сразу 205 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 18 тысяч 435. Такие данные в пятницу 13 ноября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 237 человек. Всего с начала пандемии вылечились 16 тысяч 355 заболевших. Скончались 348 человек. Пятеро за прошедшие сутки. Министерство здравоохранения России рекомендовало регионам организовать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В приказе также рекомендовано организовать взаимодействие таких центров с медицинскими организациями, которые оказывают скорую и медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях. Необходимо оснастить их автомобилями для доставки пациентов, медработников, перевозки биоматериалов и лекарств. Также документ рекомендует организовать помощь ковидным пациентам на дому с помощью телемедицины. Кроме того, студентам медицинских вузов после третьего курса теперь разрешили брать анализы на COVID-19 у амбулаторных больных. Более 100 тысяч одиноких самарцев старше 65 лет получили помощь от добровольцев акции «Мы вместе» в период пандемии коронавируса. Всероссийский проект позволяет гражданам старшего поколения воспользоваться бесплатной доставкой продуктов и лекарств и не посещать общественных мест, где вероятность заражения остается высокой. А теперь, когда в регионе вновь действует обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет, помощь волонтеров стала особенно актуальной. Как справляются с запросами граждан в областном штабе акции узнала Гульфия Асафина. Добрый день, меня зовут Анна. Чем я могу вам помочь? Самый эффективный способ избежать заражения – оставаться дома. А для граждан старше 65 лет в регионе с 3 ноября действует режим обязательной самоизоляции. Если дома закончились продукты и лекарства, а родственников в городе нет, на помощь приходят волонтеры «Акции «Мы вместе». Все, что нужно – позвонить на телефон горячей линии и продиктовать список необходимых товаров. Ржаной. Одна упаковка. Так. Консервы. Да, поняла. Акция «Взаимопомощи. Мы вместе» в регионе действует с первых дней пандемии. В Самарском регионе акция «Мы вместе» не прекращала работать ни на один день, ни в одном нашем муниципальном образовании. Мне кажется, это важная помощь, потому что большинство пенсионеров, по нашей помощи оказана акция на пожилым, одиноким людям 65+. Это люди, у которых нет родственников, нет социальных работников, возможно, да. И они больше всего нуждаются в помощи. В акцию вовлечены порядка 3,5 тысяч добровольцев со всей области и разных волонтерских организаций. В каждом из 37 муниципальных образований работают собственные отделения движения «Мы вместе». Туда из регионального штаба направляются заказы жителей. Запросов много, но ни очередей, ни задержек нет. Надежда Осетрова обращается за помощью волонтеров «Мы вместе» с Марта. Признается, пока ситуация с заболеваемостью остается острой, это для нее настоящее спасение. «Ой, ну это было давно уже, я начала звонить еще с весны там. Веда какая-то. И если что-то еще, позвоним, закажем. Это может быть лекарство, может быть по хозяйству что-то. Большое спасибо, что есть такие организации, которые помогают пожилым, особенно людям». Каждый звонок, поступивший в колл-центр регионального штаба, отслеживается координаторами акции. Насколько волонтер справился с запросом? Соблюдал ли противоковидные меры? «Разумеется, первое – это маски и перчатки при передаче и соблюдение дистанции. Продукты передаются дистанционно, мы оставляем пакеты и стараемся не контактировать с теми, кому требуется помощь. Ну, как говорится, кто, если не мы, поможет. Волонтеры для этого и волонтеры, чтобы помогать другими людьми». Обратиться за помощью волонтеров акции «Мы вместе» может каждый житель 65 лет и старше. Благополучатель должен подтвердить, что в населенном пункте у него нет родственников, а социальный работник за ним не закреплен. Позвонить можно по телефону горячей линии, указанному на экране. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События. Панацеи для людей с повышенным холестерином. Теперь их будут лечить новым средством, которое на 30% эффективнее лекарств предыдущего поколения. Причем дорогостоящее лечение самарцы будут получать по полису ОМС. Подробности в нашем сюжете. Предупреждение инфарктов и инсультов, а также лечение их последствий на абсолютно ином уровне. В областном кардиодиспансере у пациентов с повышенным холестерином теперь появилась возможность получить лечение самым современным дорогостоящим препаратом генной инженерии по полису ОМС. Главной причиной ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта является высокий уровень холестерина в крови. Холестерин – это вещество, которое относится к жирам. И повышенная концентрация липидов в крови приводит к образованию атеросклеротических бляшек, которые перекрывают просвет сосудов и нарушают их питание. На бляшках с легкостью образуются тромбы, которые и приводят к инфарктам и инсультам. Вторая такая негативная функция высокого уровня холестерина – это создание высокой вязкости крови. То есть чем выше холестерин, тем кровь более вязкая, более густая. Соответственно, сердцу очень тяжело обеспечивать организм адекватно питанием за счет скорости кровотока. То есть большая нагрузка идет на миокард. И в сочетании, когда холестерин высокий, значит, во-первых, бляшки образуются, это уже сужается просвет сосуда, и плюс еще вязкость крови высокая. Поэтому вот таких два серьезных фактора очень негативно влияют на всю сосудистую систему. Пациентам, которые перенесли инфаркт или инсульт, выписывают статины. Но, как говорят медики, цифры холестерина высокие, а возможности статины ограничены. И они не могут снизить холестерин до безопасного уровня. Это задача по силам новому препарату. Его эффективность на 30% выше, чем у самых лучших таблеток. У нас появились новые лекарственные препараты. Ингибиторы PC-9, так называется, группа. Такое название, наверное, мало что говорит нашим пациентам. Но это наиболее эффективное лечение для самых тяжелых пациентов. Их не может быть очень много. Мы тщательно отбираем каждого такого пациента. Это дорогостоящие лечения. Но с этого года мы имеем возможность обеспечивать бесплатно наших пациентов, которые подлежат именно такому лечению. В первую очередь лечение получат те, кто имеют наследственную форму заболевания. Таким пациентам ежемесячно в кардиодиспансере будут делать инъекцию нового препарата, который не сможет исключить других лекарств и диеты, но значительно усилит их эффект. После применения этого препарата риск инфарктов и инсультов снижается в разы. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События. Жигулевская долина вошла в пятерку лучших технопарков страны. Россияне массово бронируют туры в Геленджик на следующее лето. А на борьбу с коронавирусом в 2021 году направят 2 триллиона рублей. Депутаты внесли поправки в бюджет страны на ближайшую трехлетку. И со следующей недели начнут их рассматривать более подробно. По каким статьям увеличат расходы, узнаем в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Российский парламент завершил прием поправок в проект бюджета на следующий год и плановый период 2022-2023 годов. В главные финансовые документы внесли рекордное количество изменений – более тысячи. Их общая сумма может превысить несколько триллионов рублей. Депутаты предлагают выделить дополнительные деньги на субсидии для оплаты ЖКХ, повысить финансирование сельского хозяйства и дорожного строительства, а также увеличить выплаты медработникам. Кстати, расходы федерального бюджета на борьбу с коронавирусом в следующем году составят 2 триллиона рублей. Жигулевская долина вошла в топ-5 технопарков страны. Эксперты оценивали лучшие практики управления и вклад в развитие высокотехнологичного сектора экономики России. В этом году в рейтинг вошли более 40 технопарков. И нанотехнологический центр из 23 регионов Жигулевская долина заняла четвертое место по показателю наивысший уровень эффективности функционирования технопарка. Как заявляют в региональном Минэкономразвитии, сейчас в Жигулевской долине реализуют свои проекты почти 250 резидентов. Они обеспечили жителям Тольятти около 2000 рабочих мест. Российские туристы массово заинтересовались отпуском в Геленджике. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России. В следующем году город явно войдет в тройку самых популярных курортов Кубани, считают эксперты, так как уже сейчас, во время раннего бронирования, спрос на это направление вырос в 2,5 раза. В частности, предполагается, что сезон там начнется раньше обычного, в конце апреля, и продлится фактически до ноября. А пик придется на период с июня по сентябрь. При этом росту турпотока будет способствовать увеличение полетных программ в аэропорт Геленджика из столицы регионов. Кстати, в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства предложили объявить 2021 годом детского туризма в России. Официальный курс доллара на 14 ноября – 77,33 рубля, американская валюта прибавила 21 копейку. Евро – 91,32 рубля, европейская валюта выросла на 51 копейку. Черное золото теряет в цене. Нефть марки «Брент» на 16 часов 13 ноября стоит 43,26 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Термометрия, масочные режимы, социальная дистанция. На Самарском пивзаводе провели рейд по соблюдению противоэпидемических требований. Глава Ленинского района Елена Бондаренко проверила работу предприятий, магазинов и бара. О результатах ревизии расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. В центре Самары прошел рейд по соблюдению противоэпидемических требований. Глава Ленинского района Елена Бондаренко проверила работу пивоваренного завода на Волжском проспекте. Ревизия началась с контрольно-пропускного пункта. Здесь у всех сотрудников измеряют температуру. Результаты записывает журнал. Кроме того, служба безопасности не пускает людей на территорию без масок. А с 28 октября, по рекомендациям Роспотребнадзора, работодатели обязаны перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями, а также тех, кому уже исполнилось 65 лет. Сейчас эти люди находятся в группе риска. По словам главного инженера, предприятия на заводе все требования постановления губернатора соблюдают строжайшим образом. Действует масочный режим, в каждом цехе сотрудникам персонально измеряют температуру тела. Эту процедуру проводят два раза в день. Перед началом работы и в конце дня. Транспорт для перевозки специалистов обрабатывают дезинфицирующими средствами. Данные заносят в журнал. Те люди, которые старше 65-летнего возраста, находятся дома на фарсофоренном больничном листом. Беременные женщины находятся на дополнительной какой-то антикредноску, как он называется. То есть они на заводе сейчас не приходят, они все находятся дома. Глава Ленинского района Елена Бондаренко также проверила универсам с пенными напитками и барзавода. Продавцы и персонал работают с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Используют средства индивидуальной защиты и не обслуживают клиентов без масок. Посетителей просят соблюдать социальную дистанцию по разметке на полу. Гости у нас уже дисциплинированные. То есть даже передвижение по бару тоже только в масках. Приносим извините за неудобства, но тем не менее только сейчас. Только так. То есть гости у нас уже... Если приходят без маски, вы выдаёте маски или как в порядок? Обязательно. После окончания рейда у Елены Бондаренко не возникло замечаний к сотрудникам предприятия, бара и магазинов. Зафиксировали, что нарушений нет. Все требования соблюдаются. И дистанция, и наличие санитайзеров, и масочный режим, и режим замеры температуры. Подобные проверки проходят ежедневно. Сегодня в Ленинском районе Самары проведут рейды на других предприятиях. На постоянном контроле у ревизоров 31 организация с численностью более 100 работников. Торговые центры, магазины, рестораны, кафе и ночные клубы тоже под пристальным вниманием. Нарушители постановления привлекают к административной ответственности. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Дверные ручки, кнопки лифтов, перила, пантусы и почтовые ящики. В Самаре продолжают дезинфицировать подъезды жилых домов и детские площадки. Специалисты работают ежедневно. Все контактные поверхности обрабатывают хлор содержащим раствором. Подробности в репортаже нашего корреспондента. В жилых домах Самары продолжают обрабатывать подъезды. Специалисты ежедневно дезинфицируют все контактные поверхности в многоквартирных домах. Кнопки лифтов и домофонов, дверные ручки, пандусы, перила, мусоропроводы и почтовые ящики. Например, управляющая компания, которая обслуживает дома в Кировском районе, обрабатывает более тысячи подъездов в день. Процесс контролируют сотрудники районной администрации. Администрация осуществляет контроль за проведением работ по дезинфекции. Также руководители управляющих организаций ежедневно скидывают отчеты по дезинфекции. Договора заключены с тремя клининговыми организациями, которые осуществляют не только уборку, но и санитарную обработку подъезда. За выполняемыми работами мы ежедневно отслеживаем, прослеживаем выполнение этих работ. Специалисты используют в работе раствор, который содержит хлорамин-Б. Этот состав полностью безопасен для здоровья людей и животных, но мгновенно убивает любой вирус. К тому же хлоросодержащее дезинфицирующее средство гораздо дешевле спиртовых аналогов. По словам местных жителей, дезинфекторы работают усердно и качественно. Жители, конечно, видят, потому что это специальные рабочие в униформе, с баллонами обрабатывают. Поэтому, в принципе, я думаю, что многие это видят, замещают, естественно. До наступления холодов сотрудники клининговых компаний обрабатывают детские и спортивные площадки. Качели, турники, лавочки и горки. Дезинфицировать подъезды во всех районах Самары будут до полного снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19. Сейчас работа в этом направлении продолжается. Анатолий Головко, Максим Гусев. События. Жителям Самары в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В городе совместно с сотрудниками патрульно-постовых служб и волонтеров прошла социальная акция «Пешеходный переход». Дисциплинированные самарцы, соблюдающие ПДД, получили в подарок блокноты и светоотражающие значки. Мероприятие прошло при поддержке Министерства транспорта и автомобильных дорог региона. Подробности в репортаже Ольги Павловой. На территории области проводится операция «Пешеходный переход». Вот хоть волонтеры вам вручат подарок, еще раз хотим предупредить, чтобы были вы повнимательнее. В этом году предупреждать водителя о необходимости соблюдения ПДД приходится чаще обычного. Только за прошедшие 10 месяцев на территории региона произошло 2727 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 257 жителей губернии. Почти 3,5 тысячи человек получили ранения различной степени тяжести. Социальная акция «Пешеходный переход» призывает горожан к дисциплинированности и ответственности за свои действия на дорогах и в границах пешеходных переходов. Правилами жители Самары области стараются не пренебрегать. По максимуму мы стараемся соблюдать, потому что правила поведения в обществе. Это необходимо для безопасности. Что пешеходу, что водителя. Социальная акция «Пешеходный переход» раз в две недели проводится во всех районах Самары области при поддержке Министерства транспорта и автомобильных дорог региона. Сотрудникам патрульно-постовых служб помогают волонтеры. В качестве комплимента за соблюдение правил дорожного движения самарцам вручают блокноты и светоотражающие значки. Презент достался и Людмиле Белосковой. Соблюдать ПДД все равно, что следовать этикету, считает жительница Самары. Когда светофор, это, конечно, в помощь, но вот, например, на дублере у нас нет светофора, там просто знак перехода. И я всегда заранее останавливаюсь, чтобы убедиться, действительно водитель меня видит, и действительно он мне проигнорирует зебру. Мы дарим подарки тем, чаще всего, кто не нарушает, кто соблюдает правила. То есть посмотреть направо-налево, как бы, это не каждый делает, а просто некоторые просто берут и идут. Вот. И мы смотрим и консультируем. То есть, если, например, мама идет с ребенком, то возьмите, пожалуйста, ребенка за руку. По сравнению с прошлым годом в регионе зафиксировано снижение дорожно-транспортных происшествий на 14%. Статистика касается аварий без летального исхода. Хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения и пешеходам, и водителям, чтобы правила дорожного движения соблюдали. Водителям обязательно при приближении к пешеходным переходам заблаговременно снижать скорость. А пешеходам, конечно же, при переходе обязательно убеждаться в своей безопасности. Предостережение особенно актуально с учетом предстоящей зимы, гололеда на дорогах и сокращения светового дня. По неутешительной статистике, рост аварий со смертельным исходом в этом году вырос на 9%. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин